добрый день дорогие друзья сегодняшняя наша работа маленький натюрморт из двух предметов спешим сегодня свеклу многим может показаться что это некоторое однообразие написание предметов уже перешло все границы но на самом деле мы учимся разным приемом на примере несложной несложной работы это во-первых во-вторых не все из нас еще усвоили основополагающие принципы изображения объемных предметов объем на бумаге повторюсь это изображение освещенности предметов правильного подхода к изображению света и тени повторим круглый объемный предмет имеет свет и тень в свету самым светлым местом на предмете является блик в тени самое светлое место это рефлекс но рефлекс это тень и в любом случае он должен быть темнее чем любое место в свету предмета далее тень имеет самое темное место после которого как переход к световой части обязательно будет полутень или полутон повторение мать учения поэтому на примере этих двух свеколок мы с вами повторим все вышесказанное поверьте на практике это не так просто как всегда мы начинаем с того что делаем рисунок подготовительный под акварель для младшей группы наших слушателей для ребят которые готовятся или только начинают готовиться в школу или рисуют для себя первый год скажу никогда рисунок не получается сделать одной линии обратите внимание как уточняется форма и как много приходится делать поправок но никогда ничего не стирается начисто для того чтобы иметь некий ориентир иначе если мы все сотрем мы нарисуем все то же самое с теми же ошибками а если мы поправляем прерывистой линии эластиком как бы продолжая линию там где это нужно чуть-чуть добавляя или убавляя форму выступы и вмятинки то мы получаем в конечном итоге точный силуэт тот который хотелось воспроизвести это важно 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 очень для начинающих рисунок под акварельные краски он обладает некими специфическими свойствами ну во первых мы рисуем на шершавой акварельной бумаги рисунок как вы уже успели заметить из предыдущих наших уроков должен быть достаточно светлым чтобы потом не проглядывать через прозрачный акварельный слой светлым значит он должен выполняться не слишком мягким карандашом без нажима и и потом если он получился все таки более темным чем хотелось его следует осветлить пластиком в этом уроке я покажу вам как писать предметы на более темные более активного яркого цвета на относительно светлом фоне который хорошо попадает в гамму с этими предметами посмотрите свекла холодновато бордового оттенка в целом фон тоже холодноватый чуть фиолетовый чуть голубой который в принципе так же как в этюде сна с турцией может быть написан изначально подложкой под предметы тоже и писать сами предметы мы будем уже по этой подложке поскольку они ярче и поскольку они темнее и потому что они попадают в гамму очень хорошо в гамму холодновато фиолетового такого бордового этюда фон мы пишем гладким несмотря на то что многие из вас видят что он состоит из всяких там крючочков закоречек цветочков но писать все эти подробности мы сейчас не будем по многим причинам ну во-первых не дросли мы еще до этого во вторых очень важно видеть сперва локальный цвет того что вы изображаете прищурьте глаза и посмотрите на свой фон он слегка голубоватый чуть-чуть сереневатый немножечко фиолетовый то есть в общем и целом голубой фон вот именно такой голубой фон мы и будем писать самое главное взять его правильно в тоне мы не боясь прокрываем весь лист свекла как вы видите рисунок будет бледненько просвечивать все видно и после того как фон подложка наша высохнет мы по этому фону начнем писать свеклу это прием классический те ребята из нашей младшей группы которые будут поступать в МЦХШ будут проходить этот прием в первом классе с небольшими отличиями писать они там будут по сухому выкладывая мазочками плашечками разные оттенки цвета мы себе сейчас позволим некоторые вольности постольку поскольку мы должны понять природу акварельных красок и изучить их с разной стороны не только их возможности письма по сухому листу их текучесть в принципе как я уже говорила мы будем писать и так и так сочетая эти два приема и так как видите на экране мы начали писать ближнюю к нам свеклу цвета которые кладутся поверх подложки прозрачный и синий голубоватый фон просвечивают через прозрачный второй слой акварельных красок если вы посмотрите на натуру вы как раз и увидите эти холодноватые оттенки в свету этой свеклы равно как и в рефлексе от голубоватой тряпочки который идет по краю свеклы по верхней ее части писать мы стараемся мазочками выкладывая их по форме круглого предмета как бы закругляя его в моих руках кисточка номер шесть пишем мы как всегда набором красок ленинград номер два это небольшой набор красок повторюсь он очень удобен для начинающих потому что заставляет смешивать цвета на палитре вот он хвостик свеклы вот вы посмотрите мазки кладутся именно в том направлении также вот как торчат эти хвостики они неровные какой-то длиннее какой-то короче не нужно делать их аккуратненькими и симметричными стремитесь к тому чтобы натура была похожа на себя не нужно делать ее более аккуратной там где этого нету вообще одинаковость аккуратность излишняя она приводит к тому что изображенные предметы начинают смотреться неестественно в природе ведь очень мало симметрии вот такой какую человек иногда старается придать каким-то знакомым вещам ну например посмотрите форма свеклы ведь она неровная с какими-то бугорками и вмятинками асимметричная вот мы и постарались ее такой изобразить есть определенные стереотипы у нас в памяти у нас в голове посмотрите один из них из этих стереотипов вот сейчас нарушается какого цвета тень пишется на свекле даже и сказать невозможно но точно не красная и не бордовая посмотрите на натуру ведь действительно она разноцветная эта тень она холодная там много темных оттенков есть холодные оттенки а красный по сути ну где-то в свету наверное имеется и даже блик на этой свекле он холодный голубоватый сереневатый а вовсе не красный и не белый потому что предмет сам темного оттенка в написанные нами подложки в фоне есть свои очень такие хорошие большие преимущества во-первых она эта подложка просвечивает и придает холодноватый оттенок действительно вот этому холодному бордовому цвету овощей второй момент у нас нет необходимости закрывать белые пятна между предметом и фоном потому что если фон пишется отдельно обязательно какие-то неровности где-то пятнышки остались все это приходится потом подправлять здесь же нет очень мягкое и ровное касание предметов с фоном которое естественно потом будет еще уточняться с помощью теней падающих тени мы еще с вами не трогали вот кстати говоря по поводу падающих теней нужно сказать несколько важных слов для нашей младшей группы очень многие из ребят которые только начинают писать акварелью и начинают писать с натуры почему-то оставляют для теней теней падающих от предмета белые места и это стало какой-то вот навязчивой традиции в нашей группе посмотрите как интересно писать по такой подложке у вас нет белого пятна рядом с предметом вы сразу берете тень темнее чем фон потому что естественно что второй слой положенный по такой подложке будет темнее я покажу как вы все что вы не что вы 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас, как видите, мы сделали несколько мазков по нашей горизонтальной плоскости голубой тряпочки для того, чтобы показать передний план и неровности, помятости на нашей голубоватой тряпочке. Вы сейчас видите процесс письма этого небольшого натюрморта в реальном времени. Мы успели прокрыть уже весь лист. Теперь следующий этап работы – это проработка формы на обоих предметах. Предположительно, это займет еще 30 минут, и работа будет идти значительно медленнее, чем шла до сих пор. Слой за слоем мы будем уточнять эту форму, утемнять рефлексы, темную часть тени и полутон, то есть переход от темной части тени к свету. Каждый слой нужно будет высушивать. Вы наверняка обратили внимание на то, что когда и шла проработка падающей тени, прокрытие падающей тени на голубой тряпочке, мы не возвращались к тому месту, которое уже один раз прокрыто. Чтобы не развозить грязь и не создавать затертостей, как правило, высушивается слой, и затем, если недостаточно тона и цвета набрано, прокладывается еще один слой. Не возюкайте много-много раз по одному и тому же месту. Эта рекомендация в основном для младшей части аудитории. Прошлись по какому-то участку, положили 2-3 мазка, идем дальше, не возвращаемся до тех пор, пока это место не высохло. Особенно эта рекомендация относится именно ко второму и последующим слоям акварели. Дело в том, что очень многое зависит от вашей кисточки. Если у вас в руках беличья кисть, мягкая, но достаточно упругая, хороший инструмент, самый лучший инструмент для акварели, это одна тактика письма. Если в ваших руках синтетика или колонок, или пони, то это совершенно другое дело. Синтетика или колонок более упругие, более жесткие кисточки. Ими нужно уметь пользоваться, к ним нужно приспособиться. Если возюкнуть туда-сюда, туда-сюда, ими по одному и тому же месту, вы соскребете первый слой краски, который вы так хорошо уже проложили. У вас получится грязь. Беличья кисточка этого сделать не позволит, если вы, конечно, не будете долго упорствовать и опять-таки возить много-много раз по одному и тому же месту. Пони я не рассматриваю как серьезный инструмент, тем более для начинающих. У пони, как правило, нет кончика, который облегчает работу с более мелкими деталями. Пони плохо держат форму кисточки. Непонятно, какой формы будут мазки, если ею пользоваться. То есть ей уже может писать человек, у которого есть достаточный опыт. Вот мы написали с вами хвостик, ботву нашей свеклы. Проложили тени, оставили более светлыми света, которые были проложены в один слой. Второй слой у нас получилась тень. Она более холодная и более насыщенная по цвету. Утемнили основание свеклы, куда прикрепляется эта ботва. И сейчас будем прокладывать более темную тень, утемнять тень на свекле. Это должно сделать ее объемной. Это же самое ожидает и вторую свеклу, более длинную, которую мы тоже прокрыли в один слой, и которой тоже надлежит стать более яркой и более проработанной, более объемной. Как мы уже говорили на предыдущих наших занятиях, такие простые предметы, окружающие нас, как овощи, фрукты, выпечка, их очень интересно писать. При более подробном, ближайшем рассмотрении эти предметы вызывают интерес, вдохновение. Они очень красивы по цвету. Многие из этих предметов интересно, как мы уже говорили, писать, разрезав их пополам, вдоль или поперек. Например, это же свекла. Кто знает, что таится у нее внутри? Иногда, разрезая свеклу, восхищаешься цветовыми переходами, полосочками розовыми и темно-бордовыми, белесыми и насыщенного красного цвета. Не знаю, что внутри у этой, но как-нибудь мы обязательно напишем и такой этюд. Очень красиво выглядит и ботва у свеклы. Сейчас мы не можем ее показать. Сейчас зима, и, безусловно, свеклы с ботвой нигде нет. Но летом рассмотрите свекольную ботву с ее ярко-зеленой зеленью, красными бордовыми прожилками и очень красивого цвета стеблями, тоже темно-бордовыми, насыщенными, блестящими. Может быть, кто-то из вас напишет и такой этюд. Вот мы утемнили и сделали более объемной, ближайшую к нам более круглую свеклу. Пока она сохнет, мы принимаемся за ее соседку. Мы должны утемнить самое темное место в тени и утемнить рефлекс. Рефлекс – это часть тени, поэтому он должен быть темнее, чем любое место в свету. Мы иногда, глядя на предмет, восхищаясь его красотой и объемом, забываем о том, что рефлекс должен быть темнее. Тем не менее, это так. Не устаем с Катериной Николаевной повторять. Мы пишем не только то, что мы видим, но и то, что мы знаем. Пользуйтесь, пожалуйста, теми теоретическими знаниями, которые даются в студии, которые повторяются из урока в урок. Это нужно запомнить и применять на практике. Утемнять будем и хвостики, оставшиеся от ботвы, у длинной свеклы. На ней есть очень красивые, холодные, голубоватые рефлексы. Еще одно очень интересное и очень важное правило при письме акварельными красками, особенно это касается начинающих художников в нашей группе, то, что нужно брать чуть-чуть, чуть-чуть ярче, чем вы видите на самом деле. Во-первых, краска высохнет и станет более светлой, более блеклой, то есть такой, какая она и должна быть в натуре. То есть вы делаете поправку на то, что она будет менее ярка. И во-вторых, это замечание для более опытной аудитории, которая уже какое-то время пробует работать акварелью. Напомню, что в предыдущих уроках мы говорили о том, что акварель – это техника более условная, чем масло, гуашь и темпера. И, соответственно, техника более относительная, где мы не можем в точности повторить тот цвет, который мы видим в натуре. А не можем мы его повторить, потому что он очень яркий, очень тёмный, очень насыщенный. И это дело для кроющих красок. Это их сильная сторона. В акварели приходится немножко усиливать оттенки. Усиливают для того, чтобы маленькая работа издали смотрелась лучше, ибо акварель, как правило, меньше масла. Это более камерная техника, иногда миниатюрная. Ещё усиливают оттенки для того, чтобы... Впрочем, давайте-ка мы поговорим об этом в отдельном занятии, созданном специально для того, чтобы поговорить о тонкостях акварельной живописи, о некоторых её секретах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, как мы уже с вами говорили в предыдущих занятиях, самое сложное для художника, особенно для начинающего, это остановиться. Вопрос в том, насколько подробно вы бы хотели прописать предметы, насколько подробно вы бы хотели передать то или иное состояние природы, если это этюд с натуры. У нас занятие учебное и задание типичное для классной студии. Нам нужно передать объём, в общих чертах цвет и цветовые отношения, что темнее, что светлее, что теплее, что холоднее. Это основное, что требуется от ученика или от человека, который решил самостоятельно освоить технику акварели. Думаю, что вскоре мы остановимся. Наша задача сейчас прописать свёклу, её тень. Мы ждём, когда она подсохнет. Я не включаю фен, всё происходит в реальном времени. Ждём, когда высохнет всё, что было немножечко тронуто влагой. У нас есть минутка-другая, чтобы рассмотреть, пока происходит высыхание, нашу натуру. Посмотрите, насколько она многоцветна. Попытайтесь представить себе, как вы начали бы писать эти овощи. Мысленно представьте, потому что скоро вы сами сядете за практическую работу. Здесь есть, оказывается, и голубые, и более розовые, и коричневато-охристые места. Есть ярко-бордовые, и есть более блеклые, красноватые, и тёмные, насыщенные, коричневые. Посмотрите, как много оттенков. Тень не чёрная. Это я говорю специально для тех ребят, которые первый раз попробуют писать с натуры, или второй раз. Потому что, когда мы говорили в студии на тему, «Какого же цвета тень?» Половина из вас ответила «чёрная». Половина ответила «серая». А между тем, предмет у нас стоял очень яркий. Жёлто-оранжевое яблоко. Но даже на такой тёмной, насыщенной свёкле и то тень не чёрная, и уж никак не серая. То же самое можно сказать и о падающей тени. Посмотрите, сколько в ней оттенков прозрачности и мягкости. Это вовсе не чётко очерченный полукруг, как делают некоторые из вас. Силуэт тени очень мягкий, расплывчатый и прозрачный. Это очень хорошо можно сделать акварельными красками. Вообще, эта техника очень располагает к мягкости, к лиричности, изображению тонких переходов цвета и тона. Напоминаем, что такое тон. Тон – это не тон губной помады. Это темнота или светлота предмета. Это то понятие, которое является основным не только для академического рисунка, но и для разговора между учителем и учеником по поводу любой техники, живописной или графической. Что темнее, а что светлее. Это и есть тон. Темнее по тону или светлее по тону. Например, свёкла в тоне темнее, чем голубая тряпочка. Таким образом, мы сейчас в тоне утемняем тень. Причём не всю, а только отдельные места, которые оказались немножко светловаты. Эта работа очень кропотливая. С ней приходится достаточно долго по времени возиться, но это необходимость выдержать правильно по тону теневые и световые области предметов. Из этого составляется объём предмета. Если этого не сделать, предмет будет казаться плоским, как бы наклеенным, как аппликация на поверхность голубого фона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok В конце работы обычно занимаются деталями. Мы говорили об этом и в прошлом, и позапрошлом заданиях. Здесь, на переднем плане, из мелких деталей стоит выделить окончание хвостиков от ботвы. Каждый из них заканчивается срезом, то есть мы видим толщину, толщину каждого черенка, которая освещена и которую мы сейчас немножко высветляем и уточняем тонким кончиком кисточки рисунок этого среза. Он вовсе даже не кругленький, а немножко угловатый. Это характерно именно для черенков свекольных листьев. Ближе к свекле они становятся толще, дальше от свеклы тоньше. Ну и наконец, дождавшись пока высохнет бок второй более длинной свеклы, мы можем последние коррективы внести в теневую ее часть, чуть-чуть утемнить ее еще. После высыхания окончательного она должна приобрести нужный тон. Теперь ваша задача. Вы посмотрели видеоурок длиной 40 минут. Попробуйте сделать копию, повторив основные этапы работы над этим этюдом. Первый этап нарисовать и прокрыть весь фон. Второй этап прокрыть по высохшему фону два предмета. Третий этап прокрыть тени и сделать необходимые уточнения детали. На эту работу у вас уйдет не один урок. Думаю, что часа полтора вы потратите. Это нормально для такой работы. Кому задание кажется очень сложным, может выбрать один из двух предметов и сделать копию одной свеклы. Лист А5 или А4. Бумага акварельная, шершавая. Набор Ленинград номер 2, кисточка Беличья номер 6. Мы с Екатериной Николаевной, как всегда, с нетерпением будем ждать ваших работ. Продолжение следует...